И Олег Протопопов, олимпийские чемпионы 1964 года. Прошло 4 года. Прошло 4 года. Прошло 5 года. Прошло 5 года. Прошло 5 года. Прошло 5. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Когда Белоусова и Протопопов закончили исполнять свою произвольную программу, по их собственному признанию, в них еще было столько сил и эмоций, что они могли бы кататься и кататься. Посмотрите, как публика встречала каждое их движение, каждую обводку, каждую находку, каждую поддержку, не говоря уже о прыжках. Так, все было сделано на сумасшедшей скорости и отдачей. Игорь Борисович Москвин, их тренер, встречает их возле бортика. И это абсолютнейшие овации, как писал потом в своих воспоминаниях Протопопов. Он абсолютно не слышал музыки в конце программы. Все, заглушили овации, но музыка звучала внутри их. И они получают высочайшие баллы 5-9, 5-9, 5-8 за технику. И французский комментатор выкрикивает от своих эмоций восхищенные эпитеты в адрес советских фигуристов. 5-9, 5-8, 5-9, 5-9, 5-9. 14 раз они получили в этот вечер оценку 5-9. Включая оценки за артистичность. Всего лишь одна, 5-8 за артистичность. У спортсменов, которые в этот момент, безусловно, являлись уже олимпийскими чемпионами Гренобля. Потому что Штайнер и Вальтер из ГДР, а также Москвина и Мишин не могли претендовать на первое место.